Я многое повидал в пещерах, но такое впервые. Блок за блоком, миллионы блоков. Я видел уголь чаще родной семьи. Еще в юном возрасте пришлось перенять бремя отца, пропавшего глубоко под землей. Работа в бедной на ресурсе шахте под городом не могла обеспечить семью в полной мере. Я решил примкнуть к группе отважных исследователей диких, еще неизведанных пещер. Где и наткнулся на заброшенную хижину, в которой лежал компендиум. Пять оттерянных пещер, забытый город, опаснейшие монстры. Сокровища? Походило на детскую сказку, но даже ничтожный шанс найти сокровища лучше бесконечных скитаний по однообразной местности. Я поверил книге и удалился от группы на многие километры. Принял риск. И не пожалел. Все выглядело крайне необычно. Каждая травинка, сорняк, дерево. Внутри обитали на первый взгляд милые существа. Тем не менее, злобные рыки доносились со всех сторон. Динозавры словно изучали меня. Кто я? Охотник? Или добыча? Срубив доисторический баобап и налюбовавшись местной фауной, наткнулся на останки. Гигантская кость и кусок мяса. Кому они принадлежат? И что с ним случилось? От размышлений отвлек стоящий напротив столб. Монолит. Такую диковинку купят задорого. Само место богато известняковой породой. И этими милахами. Хочешь поцеловаться? Рысы не способны причинить вред в одиночку. Но собираясь в стаю, они превращаются в единый, слаженный и смертоносный организм. Молниеносные прыжки сбивают с толку. Острые когти терзают со всех сторон. Самые умные особи способны взламывать с двери и обворовывать сундуки. Спастись получится, только убив вожака. В этом случае они запаникуют и разбегутся. Не желая стать следующей жертвой, помчался проще, чтобы было мочи. Лишь сильный голод сумел остановить меня. Пора попробовать мясо динозавра. Ммм. Заберу-ка его с собой. Ламба, переработаю кости в костную муку, чтобы вырастить пшеницу. Крик, донесшийся из-под земли, испугал до мурашек. Оказывается, под привалом живет Терекс, самый сильный динозавр. Стоит на веркушке пищевой цепи. Однако это вовсе не проблема на фоне того, что для посадки пшеницы не хватает света. Отправился в шахту за углем, но нашел алмазы. А вы кто такие? Доисторические креветки? Вернувшись к привалу, увидел надвигающихся волумбраторов. Нужно бежать. Забрался в небольшую пещеру, отбиваясь из последних сил. В воде они не способны прыгнуть на жертву. Боже! Решил далеко не отходить и сделать из этого пруда небольшую землянку. Не пятизвездочный отель, но жить можно. Даже сосед пришел поздороваться. Заметить не успел, как прошли целые сутки. И вот где оказался. Вместо солнца светящиеся камни на потолке. А из древних монолитов и эгиз появляются динозавры и птеродактили. Опасности, с которыми пришлось столкнуться, заставили задуматься. Может довериться группе исследователей и рассказать об обнаруженном? Но тогда придется делиться. Точнее, им придется со мной делиться. А может даже и не придется. В пещерах много возможностей случайно умереть. Особенно, когда рядом есть кто-то, кто поможет этому случиться. На такие риски я не готов. Пустой желудок вынудил отправиться на разведку. Разворвал пустой кнездоб ттеродактеля. И попытался посекнуть на креветок, принадлежащих Терексу. Со что сразу же поплатился. Пройдя насквозь недружелюбные земли, наткнулся на... Дом пещерного человека. Динозавры охраняют его. Щит, алмазный меч и куча креветок. В бой. В ходу забил жирного вожака. Остальные сбежали. Прямиком в ловушку древних людей. Наскальные рисунки. Помимо произведений искусства, обнаружил сундук, в котором лежали доисторические копья. Хорошая замена луку. Копья, состоящие из известняка, натолкнули на интересную идею. Хватит доедать последние крошки хлеба. Объявляю охоту на динозавров. Очень даже мясистый. Возвращаясь с успешной охоты домой, наткнулся на еще одно сооружение. И огромный скелет. Из его останков можно сделать тонну костной муки. В доме находились рисунки обезьян, птеродактилей. И... Наггетсы из динозавра. Когда был обычным шахтером, продавал добытое железо местному кузнецу. Легендарному мастеру. Мог подолгу зависать, наблюдая за его работой. Я желал знать все об этом ремесле. А дядька и рад был передать накопленные знания кому-то еще. Мы подружились. Позже выяснилось, что кузнец хороший в бою. Именно он научил меня так виртуозно обращаться с мечом. С навыками обрел и мудрость. Прежде чем просить вызов сопернику, изучи его. Найди слабые места. Я усвоил урок. Доисторические жирафы... Прощайте. У вас там кожа из бетона? Да ладно, подумаешь, сородича убил. Что в этом такого? Из останков гиганта удалось смастерить шлем. Немного не по моде, зато устрашает. Следом поместил на верстак огромную кость и два сорняка. Вместе образуют тяжеленную дубину, которая прихлопнет любого. Почувствовал себя настолько уверенно, что осмелился бросить вызов Терексу. Нет, надо отступать. Без отца маме приходилось не сладко. Только ее ум не давал нам погибнуть с голоду. Мать учила анализировать и принимать взвешенные решения. Что может быть умнее ловушек? И чем кролики отличаются от динозавров? Разве что размером. Собрал в ближайшей пещере острые, как штыки, сталактиты. И несколько дней подряд копал гигантскую могилу. В этот раз ты не выкрутишься. Прощай. Серьезно. Мясо, кости. И все? Может их ценность не в том, из чего они состоят, а в них самих. Теперь я тот король. Отец не смог вытащить нас из бедности. Зато я смогу. Но что это? Рисунки. Они явно сообщают о чем-то важном. Нужно лишь время разобраться. Весь день искал различные ингредиенты. На земле, в ба-бабах, пруда. В итоге получилось множество разнообразных блюд. Как тебе супчик? От радости начал бегать по лесу и валить деревья. Оно и понятно, супчик дает нехилый такой прилив энергии. Маленьким крысам тоже нашлась управа. Положил в сундук посреди поля немного динозаврьего мяса. Все, он готов. Пока не проснулся, нужно накормить его умиротворяющим салатом. Мы теперь с тобой друзья. Наконец-то. Доисторический сторожевой пес. Не хватает лишь... Машины. Полетели! Влетал словно король, который осматривал свои земли. Один прекрасный полет спустя припарковал самолет у дома. Через секунду Терекс съел его. Ничего, на тебя управа тоже найдется. Насильно закормлю его салатом. Оглушал и пихал миску салата в рот, что тут же приводило его в бешенство. И сразу в раз пытался разорвать на куски и подбрасывал в небеса. Ты вообще до потолка? Я не вот думал подбрасывать. Ёкарный по майду. Шесть мисок салата спустя на него нашло умиротворение. Теперь ты мой танк. Борис. Оглушающий рык накидывает эффект слабости всем врагам. Разрывает добычу в клочья тракторными челюстями. Такого защитника можно продать задорого. Двадцать дней без солнца. Акелы, расставленные по пути продвижения, должны были привезти сюда остальных. Что-то здесь не так. Хотел было возвращаться на поверхность. Однако старинные руины отвлекли. В сундуках обнаружил каменные свитки, заставившие вспомнить о компендиуме и о существовании еще четырех секретных зон. Расплодил найденную в пещерах морковку, огородил яму, чтобы в нее никто не упал, скрафтил подзорную трубу и устроил легендарную прощальную тусу. Оставалось лишь сделать алмазную броню, ведь туда, куда я собираюсь, будет в разы опасней. Нужно было продолжить поиски. И так я встретил подземных жителей. Они выглядели жалко. Находились на грани жизни и смерти. Из них собеседники оказались получше динозавров. Жители пугали байками о жутких тенях, рычании монстров и оглушающих взрывах. Рассказали и о странном гроте неподалеку. Никто не возвращался оттуда. Повторяли они. Вспомнилась мамина фраза. Добро возвращается к тебе вдвойне. Я посчитал это выгодной инвестицией. Да и с компанией на садах скучно не будет. Протянул руку помощи и обосновался в центре поселения. А, извиняюсь, что прерываю. Я просто товары посмотреть зашел. Продолжайте. Без меня бы они долго не протянули. Так как вы сюда пробрались? На что я подписался? Когда-то древняя цивилизация добывала здесь железо. От них остались лишь неуправляемые роботы, охраняющие территорию. Они не в состоянии были помешать заполучить все самое ценное. В том числе и магниты, которые принесут новые возможности и повысят уровень жизни. Кузнец обязательно найдет им применение. Воу. Воу-воу-воу-воу. Очередно разъяренный магнитный монстр, который за секунду трансформировался в гигантского Халка. Отталкивал, не позволяя нанести слишком много урона. Получил немало увечий, но он оказался слабее. Прежде чем двигаться дальше, будет разумно зачаровать броню. А ты пойдешь со мной. Пока так. За неделю, проведенную у жителей, построил библиотеку, первую и... Я. Уютная база с прирученной киской и столом зачарования посередине. Ради которого пришлось продать душу библиотекарю. Но ему было мало, предложил крайне крутую книжку. Ради которой вырубил с десяток баобабов, переработал палочки и продал мастеру. Так еще и вырастил две сотни свекол. Поздравляю, теперь ты самый богатый в деревне. Уничтожитель руды готов добывать магниты. Последняя галочка – зачаровать лук. Сила 3 и бесконечная стрельба. Идеально. За пять секунд расколошматил полбиома. От лутания отвлекла милая мошка. Проанализировав, улетела прочь. Оказывается, эта крыска докладывает о моем местоположении всем в округе. Спустя полтора часа раскопок чувствовал себя как дома. Никакие букашки, ползающие по потолку, не могли испугать меня. Разве что крипер. С небес на землю спустила очередная атака. Куча призраков и магнитный монстр облепили меня. Чуть было не погиб. Похоже, обитатели были не очень довольны тем, что украл пять стаков железа. Особенно этот железный халк. Пришло время экспериментов. Пожалуй, обычная лестница справится с этим лучше. Это не батут. Упс. Я, конечно, не сумасшедший ученый, но мозгов построить смертельный трамплин хватило. Это была самая бесполезная трата времени. Я не такой гений, чтобы строить тяжелые механизмы. Мой максимум это магнитная коробка. Зато из останков роботов получилось смастерить железную руку. Берешь во вторую руку любой железный инструмент и происходит... Больше не придется каждый раз строиться на потолок. А еще можно давать тайные подзатыльники. Магнитная стрела с автонаводкой. В будущем спасет мою косую жопу еще не раз. И самое крутое изобретение... Карьер. Копает яму добыт рога в специальной области. Едрить. С такой штуковиной стану миллионером. Нужно лишь немного подождать. Сундук изрядно наполнился. Но нужно больше. Да, я думал о доме все чаще. Но останавливаться было нельзя. Уже завтра тут могут оказаться остальные исследователи. Я поведал подземным жителям о приключениях в магнитной зоне. Ай! Оказалось, им тоже было что сообщить. Мол, ходят легенды, будто раньше они жили в богатом подземном городе. Пока не произошло нападение. Катастрофа. Пришлось бежать оттуда. Но это всего лишь легенды, утверждали они. Позже, на очередном заседании жителей, мне посчастливилось обнаружить торговца, предложившего карту, ведущую к самым жутким и опасным существам подземного мира. Где огромный риск, там и соответствующая награда, подумал я, совершая покупку. Мурашки побежали по телу. Глаза загорелись азартом. Нельзя было упускать такую возможность. Я приближался к месту. Об этом свидетельствовал характерный запах гнили и таинственная зеленая пыль, летавшая в воздухе. Радиоактивный. Прокопался впрямиком почерневшую от радиации пещеру. Там же нашел урановую руду. Положив в карман всего пару штук, тут же получил радиационное отравление. Во время которого не смогу восстановить здоровье. Сера. Рядом находился подозрительный блок, сломав который, получил кислотой в лицо. А путь дальше преградила чернобыльская муха. Посадила на спину скелеты и бегала как резаная. Охраняла заброшенный завод. Сложно представить, для чего это могло использоваться. Пройдя ниже, обнаружил жилой отсек. Внутри стояла кровать и бочки с ресурсами. Кирпичи, заплесневелая картошка. Радиоактивные бутылочки. Поедать то, что валялось в бочке тысячелетиями. А вкусно. Эта пища единственный способ похилиться. В очередном заброшенном комплексе нашел хазмат. Кашля от радиоактивных отходов обнаружил, что кислотные пруды обитаемы. Трехглазые рыбы время от времени выпрыгивали на поверхность. Будешь моим сувениром. Напоминает свалку. У древней цивилизации были не только магниты. Совместить крипера с ураном и получить токсичное оружие. Это же надо было додуматься. С ураном я стану легендой. Но и этого мало. Необходимо было прорваться сквозь мутировавших монстров, чтобы получить больше. Радиоактивная киска. Похоже, от тебя остался лишь скелет. Как насчет трехглазой рыбы? В процессе добычи рыбы вдалеке обнаружил страшное существо с гигантским мозгом. Местный маньяк с огромным языком и кучей бомб. Назову тебя Радик. Ты станешь свидетелем великой битвы. Начал по-зверски лупить с длинными, как жираф, руками. Решил отступать, за что тут же получил бомбы в затылок. Получив ачивку за поедание всей радиоактивной еды, понял, что осталось лишь одно дело. Похоже, эта гигантища боится киски. Перезайдя в игру, тут же запустился таймер обратного отсчета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да, помощнее Крипера. В этих пещерах заточена невероятная мощь. Но житель, продавший карту, просто хотел меня убить. Правда, за что? Дома вырыл небольшой кислотный брудик для трехглазого Роджера. Светиться от радиации нехороший признак. Спрятал все по сундукам, чтобы вылечиться. Напоследок сделал свинец, использующийся в создании хазмата. Теперь я готов продолжить исследование. Два месяца не дышал свежим воздухом. Легкие наполнились радиоактивной пылью. Энтузиазм исчез. Усталость от постоянного пребывания на грани смерти захватывала меня. Стоит ли так рисковать ради ценностей? Полученные знания и ресурсы открыли возможность создать смертоносное оружие. Атомную бомбу. Она мощнее взрыва Крипера в десятки раз. Такая штука защитит от любых проблем и посягательств на мои богатства. Скитания по радиационной местности подарили зацепки о месторасположении очередного биома. Под водой, субмарина, торговля, джемчуг, в который мне необходимо попасть. Неделя ушла на улучшение шлема, приготовление зелий подводного дыхания и крафт-дверей, которые помогут продержаться достаточно долго, чтобы исследовать падину. Первым существом, с которым довелось столкнуться, оказались светящиеся рыбки. Используются для крафта зелий подводного видения. Хотел собрать на будущее, но получил волной по лицу. Агрессивная медуза набросилась на меня, швыряясь заклинаниями. Мне тут не рады. Подводный мир был полон причуд. Моллюски. Хотелось потрогать все и сразу. Рыбу лучше не трогать. В этот раз набросилось сразу три медузы. Неплохо для первого захода. Я вам не мешаю. Веселитесь. Сварив зелье подводного видения, вернулся, обнаружив подводную сороконожку и морскую свинку. Чем ее кормить, пока неизвестно. На горизонте обнаружил странный храм, где меня уже ждали. Десятки рыболюдей окружили храм с целью убить меня. Нет. Чудом удалось пробиться сквозь воинов. Чем же я вам так не понравился? Похоже, древняя цивилизация была заинтересована в освоении океана. Брошенные роботы, дома, исследовательские комплексы и субмарины. Строение заселили разумные существа, обладающие удивительным оружием. Следят за мной и нападают, когда захожу слишком далеко. Может, это они так запугали жителей? Выпив зелье, ориентироваться стало куда легче. С легкостью обнаружил подводный бункер. Внутри никого не оказалось. Лишь порох, дайверский шлем и грязь. Вернулся домой. Где починил броню и узнал, чем питается свинка? Грязью. Зеленая слизь бесполезна. Но жемчуг. Торговля. Жемчуг. Где еще можно добыть жемчуг? Моллюски. Подплыл к похожему на алтарь сооружению. Поместив жемчуг наверх, привлек внимание народа. По-прежнему пытались прикончить меня, но торговаться не отказывались. В основном продавали всякий мусор. Но изредка попадалось что-то интересное. К примеру, странный жазл. Это, конечно, не перемирие, но для начала сойдет. Крошил моллюсков от доски, получая еще больше жемчуга. Спустя несколько десятков жемчужин даже получил достижение о том, что мы теперь друзья, не разлей вода. Наконец-то получил признание морского народа. Вместе плавали, подарили магическую дубину. В мгновение этот мир перестал казаться страшным. Починил валяющийся на дне субмарину и отправился в путешествие. Внезапно субмарина подала сигнал опасности. Выключил фонарь и остановился, чтобы не привлекать лишнего внимания. Гигантская рыба неподалеку. Сожрет любого, кто к ней приблизится. Почувствовал себя настолько уверенным, что осмелился бросить ей вызов. Поспешно скрылась в глубинах. Не стоит рисковать ради пары костей. Как оказалось, это довольно миролюбивые существа. У них есть храмы, заботятся о природе и занимаются коммерческой деятельностью. Я так с ними сдружился, что теперь они готовы заступаться за меня в битвах. От них узнал и о пятой пещере. Обесили демонов и культистов, питающихся чужими эмоциями. Они думали, что я один из них. Самое время остановиться. Я пробыл под землей слишком долго. Решил сходить к временному поселению, забрать ресурсы и выбраться на поверхность. Сделал ограждение для безопасности новорожденных детей. Прощайте. Мерзкие существа с ножами набросились, намереваясь затыкать. Почувствовав опасность, закапывались под землю. От его крика полилась кровь из ушей. Прыгнул на меня, намереваясь растерзать. Демон невероятной силы и мощи. Это место поглощает свет, подобно черной дыре. Давящая атмосфера не давала расслабиться ни на секунду. Здесь мелкие твари с ножом собираются в огромные группы, чтобы проводить обряды вселения демонов в живых существ. Окультисты следили за мной все это время. Верен, я далеко не первый, на кого они устроили охоту. Находки, приведшие меня сюда, вовсе не случайность. Провести через испытания, это их способ убедиться, что жертва способна приютить в себе дьявола. Окультисты желают, чтобы тьма поглотила весь мир. Их территория с каждым днем увеличивается. Именно они натравили демонов на жителей деревни, чтобы те не смогли им помешать. Это они убивали скитающихся исследователей. Выкопался у странной стены, похоже, предназначенной для религиозных обрядов. Впереди обнаружил какие-то камеры. И полный ужас о вопль. Ни на секунду не покидало ощущение, что за мной наблюдают. Все выглядело враждебным. Даже деревья были покрыты колючками. Мотылек. Стоит в самом низу пищевой цепочки. Забравшись наверх, обнаружил помещение, обставленное красными свечами, в центре которого находился стол для обрядов. Выйдя из помещения, услышал истошный крик летучих вампиров. Набросились, вбиваясь зубами в плоть. Были настолько быстрыми, что даже не мог попасть по ним. Магнитные стрелы спасли мне жизнь. Двинулся дальше, стараясь не привлекать к себе внимания. Это громадная статуя? Что? Что? Могу подвигаться? Нечто вселилось в мой разум и напало. Пробил его насквозь оружием, подаренным морскими существами. Дело рук оккультистов. Провели ритуал над безобидным мотыльком. Погибные стрелы закончились. Вдалеке замесил полугнилой дом оккультиста. Организовал внутри привал, починив почти сломавшуюся броню. Ценные вещи, найденные в сундуках, больше не приносили удовольствия. Чувствовал, как это место медленно высасывает из меня все жизненные соки. Пока я все еще мог убежать, но надвигающийся апокалипсис это не остановит. Мне необходимо было встретиться с главным демоном, чтобы их остановить. Дерзал мощными лапами, как мягкую игрушку. Яростно наносил удары мечом. Щит и алмазная броня для него были словно бумажные. Оставалась только одна надежда. Технология древних. Порода в этом биоме хрупкая. Взрыв атомной бомбы разрушит тут все. Жертвовать собой не входило в планы. Прокопал путь отхода. Подвел к нему демона. И активировал бомбу. Ставитель демонов стерц с лица земли. Проходы завалило. Остались лишь жуткие воспоминания, травмы, облучение и инвентарь, наполненный ценностями. Я устроился на любимую работу к кузнецу. И каждый вечер наблюдаю сытые и счастливые лица семьи. Но несмотря на это, меня не покидает мысль. А не скрывают ли подземелья еще больше тайн и сокровищ?